Научпоп переживает сейчас настоящий бум, а научные журналисты — это новые поп-звезды. О правдивости этих слов популяризатора науки Аси Казанцевой говорит количество людей, которые вчера, несмотря на проливной дождь, пришли послушать ее лекцию в Саратовском горпарке. Сегодня Ася Казанцева — это лицо отечественной научной журналистики. Ее первая книга «Кто бы мог подумать, мозг заставляет делать нас глупости», уже разошлась тиражом в 30 тысяч экземпляров и получила премию «Просветитель». Простым языком, обильно сдобренным юмором она развенчивает мифы о вреде прививок и пользе гемоопатии, рассказывает, склонны ли мужчины к изменам и как раскрутить своих клиентов на щедрость при помощи объятий. Ася регулярно читает познавательные лекции для самых разных слушателей и наконец-то приехала в Саратов. А с другой стороны, за последние годы ученые всего мира совершили множество совершенно потрясающих открытий, заметно продвинувшись в этом вопросе. И если в 20 веке можно было узнать о работе мозга, лишь заглянув в черепную коробку, то в 21 веке для чтения мысли достаточно магнитно-резонансного томографа или проще МРТ. Так выяснилось, что у думающих об одинаковых вещах людей активируются схожие зоны мозга, а значит, если выполнить более точное кортирование, то можно найти участки мозга, ответственные за осмысление самых базовых понятий. Кроме того, уже сегодня компьютеры умеют анализировать, как при воспроизведении различных звуков активируются определенные участки слуховой коры и по полученным спектрограммам восстанавливать прозвучавшие слова. Также ученые, проследив за работой зрительной коры, могут частично расшифровать то, что видят испытуемые, а значит, не за горами и появление возможности записывать сны в видеоформате. Так что в 21 веке становится актуальным утверждением. У кого магнитно-резонансный томограф, у того и власть. Сама лекция Аси Казанцевой длилась около часа. Еще столько же зрители не отпускали выступавшую, терзая ее самыми разными вопросами и все глубже погружаясь в пучину нейробиологии, что еще раз свидетельствует о том, что волна живого увлечения наук докатилась и до нашего города. В России география похожа на машину времени. Многие культурные процессы сначала начинаются в больших городах, прежде всего в Москве, потом распространяются на остальные миллионники и только потом охватывают города, в которых население меньше миллиона. И последние 10 лет мы наблюдаем такой процесс публицизации научных знаний. В начале нулевых она практически не была востребована, практически не была никому нужна, и где-то с середины нулевых, года с 2005-го появились первые центры критеризации в Москве. К 2010-му году в Москве для всех было уже абсолютно привычно, что каждый вечер вы можете пойти послушать научно-популярную лекцию, их много, они пользуются большим спросом. Примерно к 2010-му году это начало выползать в города-миллионники. Сейчас, в 2016-м, мы наблюдаем бурный рассвет. Бурный рассвет мы наблюдаем. Сегодня научная популяризация пользуется спросом практически везде. Удается собирать залы как в больших городах, типа Петербурга, так и совсем маленьких, типа, например, Пензы. Примечательно, что поначалу этот процесс требовал катализаторов, коими оказались, например, работа фонда «Династия», который издавал научпоп, когда казалось, что это вообще никому не нужно. Теперь же издатели с руками отрывают новые творения научных журналистов, потому что издавать их по-настоящему выгодно. Сегодня популяризация интересует людей из разных социальных слоев и с разным уровнем образования. Поэтому важно, чтобы существовали форматы, рассчитанные на различную аудиторию. И среди них веселые популяризаторы, которые пишут яркие книжки со смешными картинками. Именно они способны стать первой ступенькой на пути человека в науку, а также научить его не верить на своего телевизора и думать собственной головой. Александра Найденова, Анатолий Милосердов, Открытый канал.